Олимпиада Ехал на Олимпиаду, друзья провожали островчане. И островчанам он сказал, я иду для вас, для патистских, и там я вам номер покажу. Ну это сейчас никто не понимал, о чем он имел речь-то. Они же знали, что по времени, по качеству их подготовки, что они выиграли в этом соревновании. И они когда выиграли, Виктор сделал такой момент, раньше, в 1972 году, в Мюнхене награждали прямо, как лодка подъезжает к лоту, так и награждали. На лодке надевали медали. А он вытащил этот, взял свою медаль и на воде искупал эту свою медаль и оказал островчанам. Это для вас. Мне очень жаль, что в данный момент папа сам не может побеседовать с вами, поделиться жизненным опытом и рассказать, какой ценой он добился высот в спортивной карьере. Мой отец был очень скромным человеком, и он редко хвалился титулом олимпийского чемпиона. В его родном городе Поти, в Грузии, его знали почти все, ровно как и за пределами страны, в Европе и мире. Наши жители Поти очень любили и уважали папу. У него было много друзей, и дружить они умели. Хотелось бы, чтобы во всем мире, начиная с нас, ценился труд спортсменов и хранилась память о них. Для меня Виктор Иванович был просто папа. Любимый, сильный, заботливый и самый лучший. Но, наверное, так говорят все дети, несмотря на возраст. Позже, пойдя в школу и увидев его фотографию на доске почета, я стала понимать, что это не просто отец. Внуки Виктора Ивановича, мои дети, не встретились с дедушкой, но всегда говорят, когда мы едем к нему на могилку, что едут к нему как к живому, как будто знали его всю свою жизнь. Нам очень сильно его не хватает. Мой папа, кротосюк Виктор Иванович, достоин лучшего и вечной памяти. Я его сейчас покажу, его тренера. Тогда, в то время, тренировался Авери Маткава. Они в 1971 году стали чемпионами спартакиады народов СССР. Вот он был тренером его, как говорится, на лодке. Он первым номером сидел, а Виктор сидел сзади вторым номером. Они должны были вместе выступить на Олимпиаду через год. Ну, раз так случилось, Авери Маткаву сказали, раз ты болен, тогда надо выбрать для Виктора напарника. И он был тренером сборной в России, Советского Союза, извините. И потом искали напарника. И нашли молодого, тоже такого же, как Виктор, хорошего грильца, Горбачева такого. И вот посадили их в дойке, и лодка пошла, и они выиграли Олимпиаду. Это было в Мюнхене 1972 года. И после этого Авери наградили титул «Сослуженный тренер СССР». Вот этот человек. Так что мы про Авери чуть-чуть рассказали, а он большой спортсмен был. Вообще-то серьезным человеком был. Фактически, его не было бы и Виктора тоже не было бы. Единственное, что у нас началось, от Виктора. Интерес к спорту, особенно гребли. Вот и Виктор. Когда Виктор попал на международные соревнования, там был один, тоже спортсмен. Из-за... Какой страны сейчас вспомню, пока расскажу. Как ты мне выигрываешь, говорит. Это история такой. Как ты мне выигрываешь, когда у меня... Вот... Ну... Как разговаривать. Когда у меня вот, а у тебя ничего нет, как ты меня выигрываешь? А он говорил, дринги с Аэро. С Аэро у нас было вино. Такое. Он хотел этим сказать, что вино нам дает силу. И поэтому выигрываю. После этого он и стал олимпийским чемпионом. А потом... На Олимпиаде он тоже попал. И в Олимпиаде он ему сказал, на Олимпиаде... Он же не знал его имени. С Аэро! С Аэро! И вот так они и дружили. Так что у этого человека большое прошлое. Он сказал так. Не думаю, что в 50 лет Олимпийского медали в Грузии не будет. Ну, раньше же Грузии не было, конечно. Ну, я думаю, мы почти подходим к этому, что... Появились у нас хорошие ребята. 50 еще не прошло, но почти уже мы там. Где-то должно появиться. Потому что таких людей слово... Может, не от него, а от Бога, может, у него такое было. А да откуда? И, может, мы увидим еще у нас в Грузии. Может, и в спорте это еще лучше будет, если мы увидим Олимпийскую медаль. Я так думаю. Но он великим человеком был. А я там и он Олимпийским чемпионом стал. Соревнования пути проводят? Да. Где? Здесь, где мы стоим? Вот здесь мы проводим соревнования. Зрители есть? Зрители есть. Какое количество зрителей? Какое? Певает, что один тише человек был вот здесь вот, на Золотом озере. Чемпионат Грузии когда проводился, все приехали. Потому что все знают, что хороший вид спорта, да? Вот мы проводим каждый год здесь честь Олимпийского чемпиона Виктора Кратасюка в мемориал. Каждый год проводится. Азербайджанцы приезжают, армяне приезжают. И все Грузии. Гордичный вариант. Сейчас мы едем на тренировку. Будем делать там отрезки, там маленькие отрезки. А потом мы уже начинаем по дистанции. Там у нас есть 200 метров, 500, 1000. Идем и работаем на дистанцию. Дистанция, которую мы будем на Европу, на мире. Кто сейчас чемпион мира? Немец. Тренировался или здесь? Нет, тренировался здесь. А у нас такие соревнования здесь не проводится. У нас только чемпионат Грузии и все. Приезжают здесь и немцы, и Испания. Много людей здесь приезжают. Насчет этого. Только на воде. Именно зимой? Да, именно зимой. А ты зуб? Да, здесь не замерзает вода. А везде уже нет условий. Не можешь грыться на воде. Здесь уже, даже когда было раньше СССР, все, россияне, Украина, Узбеки, все здесь приехали на сборе. И все время оборудоваться, и в подчеркивать, что что-то будет. А мне его было очень интересно. Вот, как говорится, И у нас сильно нет скопом. У меня были среди. Не а не емкости. С поспора. А не времени. Но мы были взяты. И во время берем деньги. И вам ну, и ко мне будет. а не перебиваем. Вперёд! Собираю еще 2, 3... Вперёд! присоединяйтесь. Я не, наших是我. Р sergeи, иди сюда. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 можно сказать, столько, сколько там на золото тянет. Там у кого-то меньше, у серебра другой звук, и у бронзы другой звук. Да, вот так он был. Ну, интересно. У нас в Украине был олимпийский чемпион, и есть, Юрий Чебан на каноэ. Он был первый олимпийский чемпион на 200 метров и последний. И все. Уже не будет никогда. И никого не было, и не будет уже. Потому что они убрали с программы. Да, 200 метров убрали с программы. А это вот золото Японии. Я же его продал, и мне его вернули назад. Типа, ты заработал, мы поможем, и так купим ее. Не, ну на тот момент я... Ты сейчас считаешь, что это нужно было. Типа, это не заради какой-то там популярности. Я там не стал каким-то сверхпопулярным человеком или еще чем-то. Но это... Я помог людям. Я считаю, что даже если я там купил один брюшнет, который спас жизнь, то это уже очень хорошо. Это раньше было укрепление района. Раньше. А здесь можно хорошую грибную базу сделать. Здесь, на этом месте. Здесь и славу можно сделать, когда волны здесь. На воду можно убить. И еще, в основном, нету здесь спасателей. А грибцы — это самые лучшие спасатели, вообще-то, если честно. На пляже, везде здесь. Когда они закончат спорт, например, чемпионы же всех не убивают, да. Остались бы, плавать умеют, катер водить умеют. Так что самый лучший вариант был бы, что здесь была бы вот эта грибная база. Место хорошее. И мы начали, вообще-то, эту, как говорится, мою историю по гребле. Вы здесь начинали? Да, здесь. Вот там Сокар дальше, сейчас, это была наша грибная база. Ну, как говорится, Мирьонские. В 87-го года я трейдером работаю. Первый раз я со своим спортсменом тоже островским. Коба Гурджия такой был у меня. И его брат тоже. Тойки сидели они вместе, братья. И он в одиночке выигрывал много раз чемпионат Грузии. И мы поехали во Францию. Нас финансировал порт наш. Ну, для нас там 14 место. Это бифинал почти. Это для нас очень хорошее было. Это было 2000 год. А после уже 13 лет мне понадобилось, чтобы опять взять команду. И племянник как-то постарался. И в 2013 году мы попали на международное соревнование в Киеве. И там он взял второе место на 5000 километров. Ну, это уже хороший результат был. А уже когда стал 18 лет, уже было соревнование в Европе. И он выиграл. По-моему, он выиграл. Ну, так получилось, что нам не дали эту медаль, первое место. Можно было обоим давать, потому что я видел фотофиниш. И тот же год был чемпионат мира. И там тоже таковы же случаи. Опять же серебро. Ну, мы довольны были, конечно. Сейчас появился у нас есть Гия Габедава. Хороший спортсмен. Он сейчас тренируется. В прошлом году он был четвертым среди юношей до 23. Гия взял на игры, европейские игры, третье место среди юношей, среди маленьких. А туда и началась его вот эта вот, как говорится, чемпионская дорожка, как говорится. Мы отлично потренировались, упорно. Хорошая тренировка была. Сделали 10 километров на воде. У нас сегодня была тренировка обкатывания на технику. Все прошло отлично. Я доволен. Я заполучил лицензию в прошлом году на европейские игры, которые будут проходить в Польше в этом году. В национальной сборной Грузии есть основные соперники? Да, в национальной сборной есть один соперник. Он из Рустави. Он как раз перешел в этом году до 23. И у нас с ним будет соперничество, так скажу, кто поедет на чемпионат Европы в этом году. Где вы будете выяснять это? Это произойдет на чемпионате Грузии. Когда? Когда в мае месяце. А где будет проходить чемпионат Грузии? Тут в Поти. Я люблю этот город. Есть мой вид спорта, которым я занимаюсь. Как ты оцениваешь Поти с точки зрения места для проведения чемпионата? Для проведения чемпионата это хорошее место. Тут есть места, где можно проводить соревнования. Но это только для внутренних соревнований чемпионата Грузии. Можно провести международные еще. Но не уровня Европы и мира. Потому что тут нет инфраструктуры, нет подготовленного канала, который может выступать, который садится в стандарты. А так тут идеальное место для проведения соревнований. С чего начинается большой спорт? Большой спорт начинается, я так думаю, сперва идея. Потом талант, потом труд. Вот это все от тренера зависит. Как он займется с ними, с их родителями, чтобы они доверяли тебе. И уважение тоже должно быть. За два года, если тренер не увидит спортсмена, я так думаю, он не чувствует этого. Спортсмена. Я за два года могу почувствовать, из него видит спортсмен или нет. Дайте мне того, что мне надо спортсменам. Там и катер нужен, и бензин нужен, и режим нужен. И да, все, все как у нормальных людей. А чемпиона откуда будет? Мы про какого чемпиона говорим? Мы говорим про Олимпиаду. Мы говорим про Европу, про мир. Мы же грузины, нам нельзя. Мы или в середине, или медаль. Вот Катасюка поколение было в 70-е годы. Пропали они потом. Потом промашка была 1-15-20 лет. Потом сейчас появился. Сейчас 1-10 лет уже. Появился вот это поколение. Его надо держать. А если его не удержишь, поколение не пойдет, новое не пойдет. Вот это у нас проблема. Спад бывает. А у нас большой спад был. А сейчас вот это поколение, вот это надо вот так держать в руках, чтобы не упустить. Потому что они еще молодые. И что они на них смотрят. На Алекса смотрят, на Зазу смотрят, на Гиу смотрят, на Мулика смотрят. Кто у нас сейчас впереди? Там есть еще хорошие спортсмены, которые появляются. Но они же за ними идут. Это на Мулика смотрят, что они из-за этого нечем. Да, это на Мулика смотрят, что они у нас другие. Что? ... ... ... ... ... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда Виктор Кратостюк стал олимпийским чемпионом, вот тогда там и построили республиканскую базу, там был канал, там соревновались, кубок Советского Союза проводились, чемпионаты Грузии, ЦС проводились. Но после этого Кратостюк умер, и все разобрали, а сейчас начинается снова возрождение, как говорится. Я так думаю, что если базу построят, это уже много чего значит. А там как академия должна быть, школа там же, школа там же, там же и кухня их, там же и режим, и все. Вот так спортсмен получается. И оттуда и идет, и этот, как его, и училище сверху. И они будут спортивными врачами, тренерами, оттуда выходят. У кого какой специальность, у кого как получается. Спортивных журналистов у нас очень мало в этом виде спорта. Он тоже в спорте будет. Его друг будет журналистом комментировать этот вид спорта. И врач будет, врач-массажист. Это же, мы сейчас начинаем это все. Если этого не будет, если этого не будет, дальше спорта не будет. Да, да, это возрождение, да, я так думаю. Потому что вот сейчас надо помощь им. А потом я уверен, что потом уже пойдут, пойдут хорошие дети. Сейчас уже у нас министр спорта и культуры уже, сегодня уже, можно считать, что через месяц начнут стройку республиканской гребной базы ПОТИ. Вы верите? Я верю. Или вы знаете? Я верю. Уже подписан этот договор. Это для нас много чего значит, республиканская база для нас. Дети тоже увидят. Эти дети, когда увидишь 10, 11, 12 лет, они очень хорошо понимают, что это такое. Они уже понимают, что будет перспектива. И они будут тренироваться. У меня есть мечта, что это было бы, лишь бы был бы здесь. И поэтому хочу, чтобы с этими детьми, что постоянно я им голову кручу, что давайте, ребята, давайте, будет это. Настанет этот день. Я так им объясняю. Ну, олимпийский чемпион здесь вырос. И все сборные сюда хотят. У нас баз нету здесь, таких, чтобы приезжали. Климат хороший. Климат для водных видов спорта, особенно для байдарки, академической гребли, для каноэ. Это самый отличный климат в Коти. И поэтому в Коти должно быть это академия. Я верю, и поэтому до сих пор там. Климат для водных видов спорта. 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 Климат для водных видов спорта.